Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Новый импульс для спортивных достижений. В «Анапе» появился еще один современный спортивный объект. 74 года спустя в субсехе перезахоронили останки советских солдат, освобождавших «Анапу» в годы Великой Отечественной войны. Добежать до победы. Легкоатлетическая эстафета завершила соревнования по основным видам спортивной программы на президентских состязаниях. Какой будет предстоящая неделя для городских служб и предприятий «Анапы» – обсудили участники общегородского планерного совещания. Провел его исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков и вновь спросил заместителей о выполнении данных ранее поручений. Вопросы Юрия Полякова звучат остро. Где результаты борьбы с несанкционированной рекламой, самоуправством торговцев-нелегалов и что делается по возвращению в муниципальную собственность нужных городу зданий? Заместитель главы «Анапы» Светлана Яровая доложила, Управление капитального строительства подало заявку на финансирование проекта газификации сельских населенных пунктов. Общая сумма, которую может получить «Анапа» в 2018 году только по одной программе, составляет 96 миллионов рублей. По поручению исполняющего обязанности главы «Анапы» будет проведена ревизия всех программ, в которых участвует муниципалитет. Результат другой задачи Юрий Федорович хочет знать сегодня. Как освобождают город от незаконной рекламы? Составлено 12 протоколов, демонтировано 53 рекламных конструкции. Отчет я подписала, сейчас вам принесу. Поставят фотографии, да. Изъяты штендеры и каркасы 84 штуки. И предварительные предписания 44 выписаны до конца недели с тем, что будет демонтаж. Еще одна острая тема – возвращение в муниципальную собственность помещений, в которых когда-то располагались различные службы. Например, управление ЖКХ нуждается в таком, а не в арендуемых площадях. Нам лучше вернуть это здание обратно и лучше в течение года, полутора лет восстановить это здание, потому что у нас масса вопросов. У нас то полицию негде размещать, то поликлинику негде размещать и так далее, и так далее, и так далее. Этим вопросом заниматься и держать его на постоянном контроле. Это же относится и к зданию для военкомата. Уже в новом году помещение на Парковой должно быть приведено в порядок, говорит Юрий Поляков. Жилищно-коммунальное хозяйство города-курорта – масштабная по задачам отрасль. Анжелика Бузунова докладывает, по 100 кубометров щебня получит каждый сельский округ на отсыпку дорог. Параллельно стартовал ремонт по муниципальной программе. 36 миллионов рублей направит муниципалитет на обновление дорожного полотна. И вот здесь у Юрия Полякова возник вопрос, как определяют нуждающиеся в ремонте улицы. В пример Юрий Федорович перевел станицу Благовещенскую. Там есть улицы Приморские, туда выше, Школьные. Почему там никто не асфальтирует старые районы? Вот мне просто интересно. Запланировали, сделали так, как кому надо. Куда-то гостиницы дотянули, кто-то к маме своему дотянул асфальт. Там есть масса улиц. Я вам расскажу тогда, вот мы встретимся. Как планируются эти ремонты? Перечень ремонтируемых дорог пересмотрят на отдельном рабочем совещании. От ЖКХ к муниципальному контролю. На первый взгляд связи нет. Но если задуматься, то нелегалы наносят значительный урон городскому хозяйству. Вытоптанные газоны и клумбы, например, у Ковчега. Вот они взяли клумбу, убили ее, эту клумбу, положили настил, сгорела трава, утоптали все. Теперь убрали этот настил, сделали все. Теперь ЖКХ должно за деньги налогоплательщиков, ЖКХ это восстанавливать. Я хочу еще раз, вот я уже третий или четвертый раз говорю, вот те клумбы, те зеленые объекты, где вытоптано, убито все, я хочу знать, кто это будет восстанавливать. Судебное это будет решение или добровольное, городу не важно. Но восстановить должен не бюджет, а нарушитель, обозначил задачу исполняющий обязанности главы Анапы. Суть планерного совещания не в отчетах заместителей дает понять и Юрий Поляков, а в обсуждении жизни города, его проблем и поиски совместных межведомственных решений. Последние воинские почести спустя 74 года. Сегодня в селе Супсех перезахоронили останки двух советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг приурочили к годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В мемориала погибшим воинам собралось много неравнодушных людей. Жители города и села, депутаты, представители городской и сельской администрации. Хочу всем пожелать мирного неба над головой. Низкий поклон тем воинам, которые отдали свою жизнь за наше счастливое и мирное будущее. Хоть война давно закончилась, ее отголоски слышны до сих пор. Останки двух солдат местные жители случайно нашли во время проведения коммуникаций. К работе подключился поисковый отряд Черномор. Позже удалось установить, что это солдаты Красной армии. Это подтвердил сопутствующий материал. Подошву от морпеховских маршевых ботинок и пуговицы советской севаликой со звездой. Были эксгумированы останки двух людей. В дальнейшем была присоединена судебная медицинская экспертиза. По нашим предположениям, это бойцы морской пехоты. Возможно, с отряда десанта именно Дмитрия Семеновича Калинина. Это наше предположение, потому что морские пехотинцы. И там по документальным данным, что несколько человек были взяты в плен, но и в дальнейшем расстреляны. Павших героев похоронили со всеми воинскими почестями и согласно православным канонам. Настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери, протеерей Владимир, провел траурную панихиду. Жизнь миру твоему даровавы, сам Господи упокой души усопших рабов, вождей, воинов. Солдаты обрели вечный покой здесь, рядом с братской могилой, в которой захоронены 16 красноармейцев, освобождавших субцех. Участники панихиды возложили венки и цветы. Эти события еще раз продемонстрировали, что у нас действительно никто не забыт и ничто не забыто. Люди помнят героев, помнят безымянных героев, которые ушли, отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. И огромное спасибо хотелось бы сказать, конечно же, поездковому отряду Черномор, который нашел останки неизвестных погибших за нашу Родину. И сегодня мы их предали земле, как и положено нашим православным обычаям. Память о событиях времен Великой Отечественной войны в Анапе не только хранится, но и передается из поколения в поколение. И уже в следующем году здесь планируется разбить сквер в память о погибших героях. Почти ли память павших защитников Отечества сегодня и у мемориала на пересечении улиц Ленина и Советская. Памятная акция накануне Дня освобождения Анапы объединила более ста человек. В их числе представители администрации, депутаты, школьники, кадеты и общественники. 31 августа 1942 года в Анапу вошли немцы. Испытав все тягости фашистской оккупации, черноморский город не склонил своей головы. Непомерной ценой далась эта победа. Но Анапа всегда останется городом-крепостью, неся высокое звание города воинской славы. Это очень важная дата в жизни всех анапчан, потому что с этого времени у нас начинается отчет мирного времени, когда мы, наши предки и отцы, в первую очередь, а потом мы продолжили их славное дело по восстановлению экономики нашей страны и нашей любимой Анапы. Этот мемориал построен именно в этой части курорта не просто так. В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался передвижной госпиталь. Умерших от ранений хоронили тут же, в братской могиле. Настоятель Свято-Ануфриевского храма, отец Геннадий, совершил панихиду по погибшим, а затем память о русских воинах почтили минутой молчания. В числе участников митинга – кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова. Для них такие мероприятия очень важны, ведь, будучи сами под погонами, они всегда помнят о том, что являются защитниками своего Отечества. Берет гордость за тех, кто воевал, освобождал Анапу. Спасибо ветеранам, которые сделали все это для нас, подарили нам чистое небо над головой. Среди участников митинга были и те, для кого освобождение Анапы стало семейным праздником. Наталья Пономаренко – дочь ветерана Великой Отечественной войны. Ее отец в числе воинов Советской Армии 74 года назад освобождал город от оккупантов, а мама помогала партизанам. Мой отец освобождал наш город, курорт Анапы, он был морская пехота. Я поздний ребенок у родителей, мама была тоже трижды приговорена к расстрелу за пособничество, за помощь партизанскому движению. Она на самом деле помогала, чем могла делилась, хотя и своих у нее четверо детей было в годы войны, но все равно приходили тайком партизаны на хоть кусочек маленьких хлеба, хоть кусочек мамалыги. В завершение мероприятия к мемориалу легли венки, цветочные корзины и десятки гвоздик, как символ того, что память о героях-освободителях живет в сердцах благодарных потомков. Вся эта неделя посвящена 74-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия проходят в городе и во всех сельских округах. Завтра у памятного знака Кати Соловьяновой состоится митинг памяти подвига партизанки-подпольщицы, погибшей в 42-м году в фашистском плену. Начало в 10 часов. И в это же время у мемориала «Три свечи» в Третьем микрорайоне пройдет митинг «Вечная слава героям всех поколений». А 21 сентября, в день освобождения города и района, всех анапчан приглашают принять участие в самом массовом и трогательном мероприятии – митинге памяти, который пройдет у Вечного огня в сквере боевой славы. Там же состоится и патриотическая акция «Боевое имя Кубани» с портретами героев анапчан. Начало в 11 часов. И уже в эту субботу, 23 сентября, Анапа отметит День города. С программой мероприятий можно ознакомиться на нашем сайте или на официальном сайте администрации курорта. В преддверии годовщины освобождения Анапы мы продолжаем открывать некоторые страницы истории по рассказам участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Анапчанка Тамара Лабуренко пережила оккупацию. В прошлом году отметила свой 90-летний юбилей, но, несмотря на почтенный возраст, в деталях помнит подробности событий, которые развивались в Анапе в годы Великой Отечественной. Тамаре Георгиевне 91 год. Сейчас она живет в большой семье, помогает воспитывать двух правнучек, делая все возможное, чтобы их детство было счастливым и беззаботным. А они, в свою очередь, отвечают ей самым ценным – своей детской и преданной любовью. Она нам приносит иногда угощения, конфеты вкусные, мои любимые самые конфеты. И еще, когда у нее день рождения, она иногда нам, ну, когда у нас еще бывает день рождения, она нам иногда дарит сережки. Детство же самой Тамары Георгиевны было совсем не таким мирным и безоблачным. Ей, как и многим ее сверстникам, пришлось рано повзрослеть, когда в Анапу пришел враг. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и целый год город переживал все ужасы неволи. В дни оккупации в лесах вблизи станицы Гастагаевска и поселка Суко действовали партизанские отряды. На Анапской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Ее отец в то время работал на Утрише и там же, в родных Утришских лесах, примкнул к партизанскому отряду. Первых оккупантов 16-летняя Тамара увидела в Суко. И там нас застали румыны. Суко занимали румыны. Ну, я видела, как они идут, стреляют. Я выглядывала из подвала. Девчонка же была. Ну, хозяин нас не оставил там. Он знал, что мы семья партизан и что мы подлежим уничтожению. Он нам дал узелок с продуктами и сказал, уходите отсюда. Иначе вас расстреляют. И мы с мамой ушли пешком из Суко в Анапу. В Анапе у семьи была квартира на улице Кирова. Но прямым попаданием немецкой авиабомбы дом был разрушен. И начались скитания. Местные жители прятали их у себя. Связанные от партизан каждый день переводили их из одной семьи в другую. Сидеть на одном месте было нельзя. Здесь был такой Сокол, Виктор Сокол, который меня знал с детства и знал, что наш отец ушел в партизанский отряд. Что отец был, ну, работал на руководящих работах. И знал, что мы семья партизан. Мы с ним несколько раз встречались в городе, но я от него убегала. Он на немцев работал, он с немцами ушел. Никогда не забудет Тамара Георгиевна и момент освобождения Анапы. Русские освободители пришли со стороны субцеха. Жители встречали их как настоящих героев. Мы их встретили, напоили водой. Они умылись, обнимались, целовались, радовались, естественно. Потом они пошли дальше. И я видела, как румыны из бурьяна, из этого, там заросли такие были, они поднимались с поднятыми руками. Курорт был освобожден 21 сентября 1943 года. Эта дата навсегда останется особой в истории города и сердце каждого ветерана. В Анапе торжественно открыли зал бокса имени мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Он отдан в безвозмездное пользование детско-юношеской спортивной школе номер 3. Помещение выделил муниципалитет. А сам проект реализован силами общественной организации Федерация бокса города-курорта Анапа. Спортсмены сегодняшнее событие назвали долгожданным, а исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков знаковым для всего города. Николай Павлюков – пример для многих из этих мальчишек. Победитель турнира «Олимпийские надежды» и серебряный призер мирового первенства среди юниоров 2004 года. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе. Два года назад в третьей детско-юношеской спортивной школе решили, что его имя должен носить новый спортивный зал. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков поблагодарил тех, кто взялся за реализацию задуманного. Каждый новый спортивный объект в Анапе – это новые возможности для подрастающего поколения быть здоровыми и сильными. Я хочу в первую очередь поблагодарить организаторов этого мероприятия, те, кто принял участие в ремонте, в подготовке этого спортивного зала. Что хочется пожелать молодежи, те, которые будут заниматься в этом спортивном зале. Николай Павлюков – хороший спортсмен, чемпион. Я желаю вам всем здесь тренироваться и добиться таких же успехов, как добился Николай Павлюков. Дело брата продолжает Аким Павлюков. С четырех лет его готовил отец. Сейчас боксеру 14. Три года назад Аким начал заниматься с тренером. Сегодня в активе победы на первенстве России и Европы среди юниоров. Здесь тренер уделяет для каждого внимание, потому что это сборная. И здесь он подойдет, скажет ошибку или еще что-то. И он тебе больше внимания обращает, чем там общие тренировки. Оборудование отличное для всего. Для каждого человека есть мешок свой и место, чтобы где-то заниматься здесь. Парой стоять. Да, это важно. В распоряжении детско-юношеской спортшколы несколько спортивных залов, в том числе площадки в станице Благовещенская и хуторе Чекон. Директор учреждения говорит о новом зале как об идеальном. Просторный, чистый и светлый. Помимо места для ринга, здесь достаточно пространства для индивидуальных тренировок. На самом деле этот зал для нас как глоток свежего воздуха, потому что те залы, которые мы имели на Чехово и на Самбурово, не могли ответить потребностям нашего города. Население в городе растет, детворы много, все приходят. Мы с понившей головой говорим, извините, набор окончен, группы набраны. И вот мы и получили возможность развиваться. По словам Вячеслава Труфанова, теперь в школе готовы дополнительно принять в секции бокса около ста человек, увеличив число занимающихся данным видом спорта более чем на треть. Кроме того, в Анапе появилась еще одна площадка, где можно проводить городские и краевые соревнования. Эстафетный бег среди школьников на президентских состязаниях во Всероссийском детском центре смены завершил соревнования по основным видам спортивной программы. В состязаниях приняли участие 76 городских и 78 сельских классов команд. От городских команд в забеге участвуют 12 человек. Первые два участника по очереди преодолевают дистанцию в 600 метров. Следующие два бегут уже 400. Далее в борьбу вступают спринтеры по четыре участка на дистанции в 200 и 100 метров. Первый этап – это обязательно выносливые, те, кто может длинной дистанции бегать. И второй этап также, третий, четвертый – это те, кто выносливые. А остальные – спринтеры. Командный вид спорта требует скорости, выносливости и слаженной работы. Задача спортсменов – вовремя передать участнику следующего этапа эстафетную палочку, после чего сойти с дистанцией. Команды! По итогам соревнований среди городских классов команд победу одержали представители Кемеровской области. На втором месте команда из Омской области, третья – у Новосибирска. Мы сейчас находимся в середине турнирной таблицы. Хотелось всегда победить нам на последнем этапе соревнований. Но мы очень переживали из-за того, что мы потеряем палочку. И вот этот мандраж… Не передаваем ощущения. От сельских команд в эстафетном беге участвуют по три девушки и три юноши. На первых двух этапах спортсмены преодолевают дистанцию в 600 метров. Следующие два участника бегут по 300 метров. Два финальных отрезка – дистанции длиной в 100 метров. Сегодня они полностью выложились. Конечно, и принесли, наверное, секунд 25. Лучше, лучше. На 25 секунд – это очень много. Выбежали. Из шести – это здорово. Ребята из сельской местности попали на такой уровень. Это очень почетно, очень достойно. Сегодня многие бежали на пределе сил и смогли побить свои личные рекорды. Самыми быстрыми среди сельских классов команд стали юные спортсмены из Самарской области. На втором месте – Томская область. И всего на одну десятую секунду отстали бронзовые призеры – команда из Республики Мордовия. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 20 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 34 градусов. Ночью прохладнее – 23 выше 0. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова